Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы едем за Артёмом в школу. Да, он уже ходит в школу. Как мы подавались, этот процесс мы весь не записывали, потому что было очень много дел. И проделано много процессов для того, чтобы попасть в школу. Мы вам сейчас всё расскажем. Вот смотрите, сейчас мы подъезжаем в школе, кстати. И здесь за 15 минут до открытия школы перекрывают дорогу, для того, чтобы дети могли спокойно себе сами выходить со школы, и их могли забирать родители. Вот, поэтому мы сейчас встанем недалеко от школы. И пойдём за Артёмом. Школу мы сначала записались, которая находится возле нас, но, к сожалению, там не было мест свободных. И мы поехали в школу, которая немного дальше. Здесь никаких подтверждений с Мурсией не было. То есть мы приехали в эту школу в пятницу. Нам сказали, заполните вот такие вот бумаги. Но мы приехали где-то в... В начало 12-го. Да, да, в полдвенадцатого. Сказали, заполните бумаги, в понедельник принесите. Если всё заполните, то в понедельник он сразу может идти в школу, приступать к занятиям. Вот. Мы всё заполнили, принесли. И в понедельник сразу же он пошёл в 9 утра на занятия. В классе не было наших деток. То есть только испаноговорящие. Но через три дня пришёл мальчик, который тоже говорит на украинском. И так Артём как бы в коллектив будет литься проще. Но учительница его сразу расцеловала, пообнимала. Артём такой в шоке, аж покраснел. Засмущался. Очень открытые учителя. Там ещё был секретарь, который нас принимал. Она тоже. Но она говорит на английском. Она нам всё объяснила, показала. Потом поговорили с преподавателем. Уже идём, где-то уже жарко. Поговорили с учительницей. И она сказала, ну попросила внести взнос в 20 евро за распечатки, за книжки. То есть нам не придётся, ну нам не надо сейчас платить полную сумму. Это вроде около 70 евро, которые платятся в начале года для книг, для ксероксов и так далее. То есть канцелярия. Мы заплатили только часть. Сейчас с 3 до 5 лет это идёт подготовительная. То есть старшая группа перед школой, уже перед первым классом. И с 6 лет, то есть в сентябре, он уже пойдёт в первый класс. Это не частная школа, это государственная школа. Плюс как раз вот на следующей неделе, в понедельник, они поедут на экскурсию в Мурсию всем классом. Спрашивали у нас, нужен ли нам как бы трансфер от дома до школы, то есть автобус. Но насколько я понимаю, он забирает только с центральной улицы. То есть ребёнка он будет выводить на центральную улицу. И там уже автобус забирает и отвозит в школу. Ну нам не надо, мы как бы недалеко живём. То есть и пешком можно пройтись, и на машине проехаться. Здесь, когда вот мне самое то, что нравится, когда начинаются вот занятия, все в школу идут. Тут включается громкая музыка, вот эти вот хиты топ-100. И дети с отличнейшим настроением идут в школу. Перед воротами собираются родители уже. И ворот открываются, и мы заходим себе и забираем детей возле их класса. Забрали Тёму со школы. Мне всё время на школе. Нравится тебе там? Ты понимаешь уже хоть немного испанский? Да. С учительницей хорошо в отношениях? Ага. Не обижает никто? Так что тебе нравится, да, здесь заниматься? Да. Да. Вы играли сегодня? Да. С детками уже познакомился? Да. Отлично. Сказали, что у Артёма очень хорошая подготовка. Каждый день говорит, что понимает её просто с полуслова. И тем самым быстро выучит язык. Посмотрим, как это будет на самом деле. Тёма Тома говорит, что он не очень понимает. Да, но Тёма говорит, что он не очень понимает, что от него хотят. Но с другой стороны, он всё делает то, что ему просят сделать. Входит как бы в коммуникацию уже с учительницей. И выйти просит, и салфетку, и в туалет. То есть такого плана. Занятия здесь проходят с девяти до двух. То есть без пяти приводим, без пяти забираем. По поводу остального, мы уже с Артёмом подались на ТИЕ. Получилось взять ситы как раз на один день. Поэтому этот вопрос мы тоже закрыли. А сейчас, так как Артём всё хорошо делает и занимается, поедем в Бургер Кинг. И если что, мы суп едим почти каждый день. Так что не надо писать, что один фастфуд. Так что поехали вместе с нами, посмотрим, что тут в Испании за Бургер Кинг. Какие позиции. А потом приедем, покажу, что мы уже купили для малышки. И как там с нашим огородом. Записались ещё на УЗИ. Завтра пойдём, сделаем первое в Испании. Но плановое УЗИ. Нам там всё расскажут. Как раз спросим, что надо брать в роддом. Все пишут, что можно, в принципе, ничего не брать. Всё выдают. Но это мы всё узнаем завтра. Так что, когда будет больше информации по родам, в следующих видео мы вам обязательно об этом расскажем. Ну, в целом, большинство дел мы уже сделали. Документы, прописки, школа, роддом. То есть, записи уже есть везде. Осталось нам ещё записаться в поликлинику семейному врачу. То есть, встать на учёт. И, в принципе, всё. Тут прям запара на кухне. Кстати, если вы считаете, что ваш бургер недостаточно горячий, вы можете его смело здесь разогреть микой волновки. Так же с картошкой фри, если она подостыла. С картошкой ворота. Короче, это трэш. Обслуживание в Бургер Кинге на центральной аллее Лос-Аль-Кассерес, это, конечно, что-то с чем-то. Там всего три человека работают вместе с кассиром. И, ну, я вам скажу, 10 заказов они обслуживали 20 минут. Плюс забыли положить игрушку, плюс потеряли два заказа. Они всех спрашивали, какой у вас заказ, чтобы выдать тем людям, которые там стоят. Давайте попробуем, надеюсь, это будет вкусно. Но бегали они по кухне, как, ну, при запаре. И концепция кухни вот здесь вот именно. Я не помню, какая кухня в других Бургер Кингах, но здесь вообще не налажен процесс. То есть повара носятся прям по кухне от кассы до фритюра. И это очень неудобно. В Макдональдсе, мне кажется, это все сделано намного удобнее и практичнее, потому что они там почти не двигаются, стоят все на месте. Но я думаю, что там и персонала больше. Тут всего три человека на маленький, на маленькое кафе. Давайте пробовать. Так, за все мы заплатили 27 евро. Здесь вот такие вот чеддер, сырные квадратики, жареные во фритюре. Это мусор, да? Все набросано просто капец. Так, это сырный чеддер. Да, это сырный чеддер. Тут дабл сыр и жареные во фритюре еще кусочки сыра. Также острые шарики чеддер с халапеньо. Да эти вкусные. Они со свежим халапеньо и хрустящие, не сильно жирные. Первый бургер Big King. Вот так вот выглядит. Салат, три булки, котлета такая маленькая вообще, смотрите. И пару соленых огурчиков. Вот это тебе понравится. Сочный, соуса прям в меру. И вон достаточно. И он не сухой. Булка мягчайшая. Салат, огурчики. Но вот котлеты там не чувствуется. Картошечка. Неплохая, слушайте. В меру поджаристая. И ее сейчас попробуем с сырным соусом. От Burger King. А сырный соус обалденный. Вкусно, зайка. Давайте от этого громилу попробуем. Супер-мега сырный. Булочка здесь другая, не карамелизированная. И... А, вот сыр. Да, вижу кольцо жареного чедра. Но тоже он такой вот собран неаккуратно. Как укусить вместе с сыром. Вот. Тут уже зажаристая чересчур. С крошками горелыми. Пробуем. Вот это прям сырное безумие. Здесь прям насыщенный вкус сыра. И он очень вкусный. Томаты. Сыр. Соус. Жареный сыр. Котлета чувствуется. Вот это обалденный. Давайте попробуем вот эти вот сырные крокеты. Их немного пережарили. Прям буквально чуть-чуть передержали. Но в целом... Вкусный. Тут сыр моцарелла. Ну вот с халапеньо мне нравится намного больше. Здесь такой ненасыщенный вкус. А с халапеньо такое чувствуется и свежесть. Такая небольшая хрустинка от халапеньо внутри с сыром месте. А здесь так пустовато. А здесь так пустовато. И заключительный это куриный криспи с хрустящей куриной котлетой. Уже классическая булочка. Салат, помидор, майонез без сыра. Пробуем. Здесь вот эта вот панировка в куриной котлете. Это хлопья. Очень в тему. Они не твердые, хрустящие. И здесь вот что мне нравится в Бургер Кинге. Они всегда, бургеры сочные. Где-то, конечно, чересчур. Но в основном это сочный, насыщенный вкусом вкусный бургер. С разнообразной начинкой. Очень интересный. Все, друзья, доедаем. Идем домой. Очень вкусно. Ну что, друзья, мы уже пришли домой. Вот такую вот взяли коляску. Ребенку с люлькой, которая трансформируется в прогулочную коляску. И еще дополнительно автолюлька. Вот такая вот. Очень удобная, легкая и вся складная. Идемте дальше. Смотрите. У нас здесь теперь кроватка стоит. Со всякими принадлежностями. Вот, очень удобно. Кроватка тоже на колесиках. Положение регулируется. То есть, вообще класс. Взяли еще матрасик туда. Все четко. Идемте наверх, покажу свой огород. Так, сделал тут такую вот зону, чисто для огорода. Вот такой вот навес сделал здесь. Чтобы была такая полутень. И вот это вот все будет потом, будет здесь урожай. Вот это вот сладкий перец. Это огурцы. Вот это кабачок. Вот это чили перец. Нет, это халапеньо. Халапеньо. Вот здесь вот хабанера, а снизу чили перец. Помидоры. Вот это вот все. Вот это вот. Это помидоры будут. Вот это другой сорт. То, что я уже вот показывал вам в рецепте в прошлом ролике. Что еще? Вот манго растет у меня. То есть, вот так вот приспособил балкончик под свои нужды огородские. Тут кабачки будут вкусные. Огурчики. Вот здесь вот вчера полы мыл. Сидела огроменная ящерица. Вот с таким глазом. Колючая вся такая серая, стрёмная. Капец. Еле выгнали. Так что, друзья, вот такой вот выпуск получился. Всем огромное спасибо, что смотрите, что подписываетесь, что пишите ваше мнение в комментариях. Так что, всем приятного аппетита, мира, счастья, добра. И до новых встреч. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok